Медиа-карта Мы из вузов рассказываем вам о событиях, судьбах, новостях, науке, образовании, а также студенческой жизни. О самом новом, что происходит в российских вузах. Начнем мы с Автономной республики Крым. С нами на связь выходит Диана Первых из Таврического национального университета имени Вернадского. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, зрители. 2 июня Таврический национальный университет имени Вернадского отмечал 100-летие со дня рождения почетного профессора ТНУ Александра Федоровича Перехода, который на протяжении 17 лет был ректором нашего вуза. Многое, чем сегодня славится наш университет, создавалось при Александре Федоровиче на основе его идей и замыслов. Подробнее смотрите в нашем сюжете. В честь 100-летия со дня рождения Александра Федоровича Перехода, заведующего кафедрой общей химии, а с 1960 по 1977 годы ректора нашего вуза, в Таврическом университете состоялось торжественное собрание сотрудников и студентов, где говорили о жизни и творчестве этого удивительного человека, ректора-созидателя, о том, как много он сделал для развития нашего университета. В 1963 году было начато и в 1965 году завершено строительство главного корпуса Крымского пединститута, который теперь именуется корпусом А. В строительстве принимали участие преподаватели, сотрудники, студенты, объединенные в четыре факультетских стройотряда. Сегодня, как и полвека назад, студенты-преподаватели торжественно встречают первый день учебного года на ступенях главного учебного корпуса университета. После открытия нового корпуса резко увеличился прием студентов, возникла необходимость в строительстве студенческого городка. Появились три новых общежития. К 1967-68 учебному году был построен спортивный манеж площадью 900 квадратных метров. Ректору перехода удалось добиться передачи институту территории помещений Алуштинского детского дома, на базе которого была организована спортивно-оздоровительная база «Прометей», которая сегодня принимает на отдых сотрудников и студентов нашего вуза. Эпоху 60-х годов в университете называют благословенной, наполненной неповторимым ощущением стабильного роста. Сан Фёдорович был выдающийся организатор. Он руководил не силой власти, а силой авторитета. Он умел работать со всем коллективом и мобилизовывать его на решение тех задач, которые были поставлены. Это был очень честный, порядочный, принципиальный человек. Твердый в своих убеждениях, твердых в своих решениях. Его любили и уважали все преподаватели и студенты. И затем, когда он ушел из этого поста ректора, он оставался помощником, советником нескольких ректоров нашего университета, которые пришли ему на смену, и помогал им дальше развивать наш университет. Среди ценнейших приобретений пединститута этого периода стал ботанический сад. В 1964 году здесь начались первые посадки декоративных растений. И скоро университетский дендрарий вошел в число заповедных объектов областного значения. Формировались новые научные школы. Продолжала успешно действовать агробиологическая станция в Краснолесии, которая стала базой для обучения и воспитания будущих учителей биологии. Был открыт зоологический музей, экспонаты которого изготавливались из материалов, собранных сотрудниками кафедры студентами во время экспедиции в отдаленные уголки земного шара. К концу 60-х годов пединститут по итогам учебно-методической учебной работы вошел в число 10 лучших вузов СССР. И в 1972 году Александру Федоровичу Переходу удалось реализовать свой заветный замысел – возродить на базе Крымского пединститута классический университет – Симферопольский государственный университет имени Фрунзе. Я лично работал с Александром Федоровичем, могу сказать, что мне повезло в этом отношении, знаю его хорошо как руководителя, как преподавателя, тем более, что он мой коллега, химик. На период его деятельности в качестве ректора выпал очень сложный и насыщенный этап работы нашего университета – это преобразование переинститута в университет. У меня остались очень теплые личные воспоминания Александра Федоровича. Это был очень мудрый, взвешенный, умный человек. Очень много внимания уделял работе с молодежью. И память его Александра Федоровича останется на всех сердцах надолго. Во многом благодаря таланту Александра Федоровича, его энергии и настойчивости вуз вырвался на путь быстрого и успешного развития. К 1977 году в университете было создано 7 новых факультетов, 12 новых специальностей. Был организован научно-исследовательский сектор. Профессорско-преподавательский состав пополнился новыми талантливыми учеными. Александр Федорович Переход оставил воспоминания, заключительные слова которых «храните» и «приумножайте» стали нерушимым заветом будущим поколениям преподавателей и студентов. Этому завету следует весь коллектив Таврического национального университета, сохраняя и приумножая традиции, заложенные Александром Федоровичем, и готовя с достоинством встретить 100-летие Таврического университета. Сергей? Спасибо, Диана. А мы из Симферополя перемещаемся в Ставрополь. Иван Высочинский расскажет нам о новостях Северокавказского федерального университета. Здравствуйте, Сергей. Северокавказский федеральный университет вновь приветствует вас и всех телезрителей канала «Просвещение». Самый молодой и самый большой университет Северокавказского федерального округа отметил свое двухлетие. В рамках празднования лучшие студенты вуза были награждены премией «Гордость СКФУ». Об этом и не только в нашем дайджесте новостей. СКФУ успешно прошел очередную профессионально-общественную аккредитацию. В течение месяца здесь работала экспертная комиссия. Оценивались программы подготовки специалистов экономического и психолого-педагогического профиля. В состав комиссии вошли российские эксперты и представители общественности, а также их коллеги из Латвии, Чехии, Румынии и Болгарии. На встрече с руководством СКФУ они поделились своими впечатлениями от знакомства с вузом. Мы встретились здесь команду мотивированных и высококвалифицированных людей, и поэтому мы уверены, что вуз будет цветать. Желаем вам удачи. Эксперты официально признали высокое качество образования и уровень подготовки выпускников СКФУ. В качестве подтверждения вуз получил сертификаты об аккредитации 27 образовательных программ. СКФУ самый молодой федеральный вуз страны отметил двухлетие. В насыщенной программе празднования нашлось время не только для торжеств, но и для важных переговоров. Ак СКФУ подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Оптек» официальным российским представителем ведущих мировых производителей аналитического оборудования. Подписанное соглашение предполагает дальнейшее взаимодействие сторон в образовательной, научной, а также исследовательской сферах. Позже состоялось еще одно значимое для всего университета событие. Было заключено соглашение о сотрудничестве между СКФУ и правительством Ставропольского края. Подписи под договором поставили временно исполняющие обязанности губернатора Владимир Владимиров и ректор СКФУ Алина Левицкая. Документ предусматривает целевую подготовку специалистов по направлениям, востребованным в отраслях экономики края, а также более плотное сотрудничество с учеными вуза. Главные торжества, приуроченные двухлетию СКФУ, прошли вечером. По традиции главными героями праздника стали лучшие студенты вуза. Самым талантливым, активным и перспективным ребятам вручили ежегодную награду «Гордость Северокавказского федерального университета». Подведя итоги конкурса, ректор Северокавказского федерального университета Алина Левицкая не скрывала своей гордости за ребят. Вот сколько же сегодня на небосклоне университета, края и, надеюсь, в ближайшей перспективе России взошло сегодня новых звезд, новых открытий. Потому что каждый из наших номинантов в каждой номинации – это без преувеличения звезда. И какое же это счастье, мои уважаемые коллеги, преподаватели, правда счастье, иметь эту возможность удивительную, участвовать в восхождении этих звезд. Одной из таких звезд стал и признанный студент года Сергей Максимов. Его заслуги в образовании и общественной жизни по достоинству оценили и преподаватели, и сокурсники. Сам молодой человек секрет успеха не скрывает и даже готов поделиться им со всеми. Самое главное, чтобы людям действительно нравилось то, что они делают. Самодача, мне кажется, немножко уверенности в себе и, конечно же, поддержка друзей, коллег, товарищей. Само торжественное мероприятие было отмечено не только наградами лучших студентов, но и яркими выступлениями творческих коллективов УЗА. Завершился праздник исполнением гимна «Эскайфу». Артистам, стоящим на сцене, подпевали сотни ребят в зале. В следующем году, возможно, кому-то из них предстоит стать предметом гордости родного ВУЗа. «Эскайфу» устроил большой праздник для всех книголюбов Ставрополья. ВУЗ присоединился ко всероссийскому культурному событию «Библия-ночь». И впервые за всю историю научная библиотека университета распахнула двери для всех желающих. Участниками грандиозного мероприятия «Город книг» стали полторы тысячи студентов, преподавателей ВУЗа, а также горожане, заглянувшие на праздник. Неожиданные сюрпризы начались уже на подступах к библиотеке. Здесь можно было увидеть известных литературных персонажей, зазывающих людей на праздник, а также необычный флешмоб от студентов «Эскайфу». Входным билетом на праздник стала книга. Гости могли обменяться принесенными изданиями, поддержав еще одно популярное явление – буккроссинг. А дальше все ждало увлекательное путешествие по арт-площадкам. Попробовать писать пером, создать картину при помощи утюга и научиться вальсировать. Гостям праздника было некогда скучать. Так один из залов библиотеки превратили в чайный домик, где все желающие смогли познакомиться со сложной, но такой красивой чайной церемонией. На протяжении всего вечера здесь работало свыше 20 разнообразных творческих площадок. Посетителей ждали литературные квесты, спектакли, конкурсы, необычные мастер-классы и книжные ярмарки. В первую очередь меня привлекло, что это происходит в библиотеке, так как я очень люблю читать и часто сюда прихожу. Это хорошее место просто отдохнуть, расслабиться, тем более когда мероприятие, посвященное книгам, поэзии, стихам. Многие ставропольцы специально пришли на праздник, чтобы попасть в обычно закрытые фонды научной библиотеки из КФУ, которая, кстати, признана лучшей на конкурсе образования и наука в Оксфорде. Среди хранящихся здесь изданий есть бесценные редчайшие образцы, которые по праву считаются национальным достоянием нашей страны. Когда у людей так сияют глаза, когда им радостно быть вместе, когда интересно общаться, это самое главное, потому что университет — это не здание, это не какие-то проекты, это люди. И вот когда люди объединяются вокруг идеи, когда идея объединяет людей, когда она общая, это самое главное, это замечательно. Лейтмотивом «Библия ночи» стало значимое для нашей страны событие. В 2014 году Россия празднует 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. Именно поэт стал главным героем и распорядителем праздника. В этот вечер среди гостей и на площадках можно было увидеть многих героев бессмертных творений Лермонтова. В окружении изысканных дам и галантных кавалеров можно было почувствовать себя на настоящем балу. После мастер-класса многие пары с удовольствием вальсировали под светом софитов. Не с пустыми руками ушли самые активные участники литературного праздника. За всегда-то и научной библиотеки авторы лучших фотографий на тему, пойманной за чтением, и записей о «Библионочи» в соцсетях получили подарки от руководства вуза и спонсоров мероприятия. Главным сюрпризом праздника стало уникальное маппинг-шоу – трехмерная видеоинсталляция, посвященная шедеврам отечественной литературы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 а я передаю слово телеканалу «Просвещение». Благодарю, Иван. А у нас на очереди Казань. Наши коллеги из Юнивер Ньюс расскажут о новостях Казанского федерального университета. Привет из Казанского федерального университета. С вами Юнивер Ньюс и я, Лилия Равилова. Сегодня мы расскажем, что нового интересного произошло в жизни нашего университета и какое участие в этом приняли самые юные студенты. В выходные самые маленькие слушатели нашего университета праздновали свой праздник. День защиты детей. Детский университет подготовил для своих учащихся интереснейшую экскурсию. Что на этот раз узнали маленькие почемучки, расскажет Марта Луканина. Окунуться в атмосферу 19 века. Узнать, где проводил свои каникулы, а позже и годы ссылки. Главный революционер нашей страны смогли все слушатели детского университета, посетившие дом-музей Владимира Ильича Ленина. Ленина Кокушкина. Известный на всю страну историко-культурный музей-заповедник. Именно здесь, в 1887 и 1888 годах, находился в ссылке Владимир Ильич Ленин. Это место представляет собой образец дворянского быта 19 века. Замечательная усадьба, которая в очень хорошем состоянии сохранилась для наших дней. Кроме того, это музей-квартира семьи Владимира Ильича Ленина, чье имя не одно десятилетие носил Казанский университет. Это еще раз подчеркивает важность экскурсий для маленьких студентов. Для наших детей, я думаю, что это еще один способ пообщаться друг с другом на природе, посмотреть, как жили люди и подумать о своем будущем. Юным студентам поездка очень понравилась. Они с интересом слушали экскурсовода, осматривали экспонаты и даже задавали вопросы. Мне очень понравилась поездка, и я узнала очень много нового. Например, то, что в каких домах жил Владимир Ильич Ленин, какое его настоящее имя, что его зовут не Ленин, и другое много. Мне понравилось, что Ленин жил не как наши президенты, а жил совсем по-другому. Теперь ребят ждет три месяца каникул. Самое время отдохнуть и набраться сил. И в октябре ребята вернутся в любимый университет с новыми силами и вопросами. Марта Луканина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Так весело проходят выходные. Но еще больше событий выпадают на учебные будни. Чем запомнилась эта неделя, узнаем от Ролины Киряевой. У представителей Острова Свободы о Казанском университете исключительно теплые воспоминания. Выпускниками КФУ в разные годы стали около 700 кубинцев. Сейчас они занимают очень высокие посты в своей стране. Теперь гостей с Острова Свободы заинтересовали наши достижения в области нефтедобычи, нефтепереработки, а также в биомедицине и фармацевтике. На Кубе в приоритете именно эти направления. Отсюда катастрофическая нехватка высококвалифицированных кадров. Руководство Кубы намерено возобновить обмен студентов с российскими вузами. И, как признался господин посол, Казанский федеральный университет – один из лучших для этого. Лучшие математики России, Европы и всего мира встретились сегодня в КФУ. И хотя принимать таких гостей Казанскому университету приходится достаточно часто, Международную конференцию «Алгебра и математическая логика. Теория и приложение» можно считать особенной. Она посвящена 80-летию со дня основания кафедры алгебры Казанского университета Чеботарёва и 70-летию со дня рождения заведующего кафедрой алгебры и математической логики члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан Арсланова. Почему произошел кризис и как от него спаслись ведущие российские компании? Об этих и других аспектах российского бизнеса слушателям лекции поведали эксперты экономики. Девятая международная научно-практическая конференция маркетинга и общества прошла на базе КФУ. После первого дня семинара лекторы посетили пресс-конференцию, на которой их уже ждали журналисты. Гости также отметили, что на базе Казанского университета этим летом будет открыта первая летняя школа лидерства и предпринимательства, в которой сами экономисты примут участие, читая лекции для студентов. Так прошла еще одна неделя в жизни Казанского федерального университета. До встречи через неделю, Сергей. Спасибо, Лия, а мы движемся дальше. Наша следующая становка – город Томск. На связи с нами выходит Александра Кубенина с новостями Томского государственного университета. Мы рады приветствовать всех, кто смотрит канал «Просвещение». В ТГУ началась сессия, ежедневно проходят защиты и вручение дипломов. А сегодня мы расскажем о самых заметных событиях уходящей недели. Гордость ТГУ и визитная карточка Томска. Сибирский ботанический сад нуждается в реконструкции и модернизации. Решать эту проблему уже в течение двух лет помогает эндаумент фонд ТГУ. Благодаря поддержке фонда сотрудники ботанического сада облагораживают оранжереи и открытую территорию комплекса. В настоящий момент здесь началась работа по строительству беседок и стендов. Также сотрудники обустраивают плодовый сад. В следующем году ботаническому саду исполнится 135 лет. К юбилею планируется создать исторический кабинет, в котором посетители смогут узнать о разных этапах жизни сада. Конференция Томска-Сибирь в цивилизационном пространстве Евразии собрала в начале недели в ТГУ ученых из Китая, Монголии, Финляндии и США. Исследователи отметили, что Сибирь – это уникальный регион со сплавом культур и религий. И именно по модели ее развития можно предсказывать события, которые будут происходить в Евразии и в мире в целом. Участники предложили создать при ТГУ координирующий центр по обмену информации о культурах народов Евразии. В Томске прошел ежегодный фестиваль уличной культуры и современного искусства «Стрит-Вижн». Мероприятие уже третий год подряд собирает талант для фотографов, дизайнеров, уличных художников и музыкантов, чтобы они смогли показать свое искусство всем желающим. Многие из представленных проектов на «Стрит-Вижн» можно было не только посмотреть и послушать, но и увидеть в действии и даже испытать на себе. Это работа, сочетающая в себе искусство и науку. С каждым годом фестиваль «Стрит-Вижн» становится все масштабнее. Значительно возросло число выставочных работ, участников, представленных направлений и зрителей. Организаторы планируют расширить географию проекта. Возможно, в следующем году фестиваль уже будет международным. Таковы итоги этой недели. Подробнее наши сюжеты смотрите на сайте tv.tsu.ru и на странице ТВ-Университета ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. Сергей. Спасибо, Александра. Из Томска перемещаемся в Тюбмень. Мария Сильнягина расскажет нам о новостях Тюменского государственного университета. Спасибо, Сергей. Я рада приветствовать зрителей телеканала «Просвещение» и с удовольствием познакомлю с итогами недели. Министерство образования и науки Российской Федерации установило контрольные цифры приема на обучение выпускников крымских школ за счет федерального бюджета. Тюменский госуниверситет попал в число российских вузов, которым Минобранауки выделил дополнительные бюджетные места. Абитуриенты из Крыма, поступающие в Тюмгу, смогут претендовать на 42 бюджетных места. Тюменский госуниверситет стал местом проведения финала юбилейной 10-й Всероссийской открытой студенческой олимпиады по сетевым технологиям. Наша съемочная группа понаблюдала за тем, как вершится будущее. В финальном состязании приняли участие 30 самых перспективных студентов из 13 городов России. Финалисты Олимпиады IT-планета, победители WorldSkills Russia, а также финалисты конкурса Cisco NetRiders. Ты сидишь, ты все конфигурируешь, все настраиваешь так быстро, ты все это понимаешь. Вроде, ну, какой-то частью понимаешь, что это так сложно, но это же вообще какой-то... Но, тем не менее, у тебя это получается, ты это делаешь, и это очень здорово. Можно пообщаться на этой олимпиаде, познакомилась с многими людьми, которые тоже интересны на эту область, тоже увлекаются, занимаются. На самом деле, это очень здорово, когда можешь поговорить с людьми в этой профессиональной области, поделиться мнением, узнать, чтобы они ответили на какие-то вопросы, просто пообщаться. Для каждого из них финал олимпиады в Тюмени – огромный плюс в резюме и путевка в жизнь. Cisco помогает установить профессиональные контакты. Во-первых, мы будем поддерживать с ними контакты. Во-вторых, мы проинформируем партнеров нашей компании, мы проинформируем потенциальных работодателей о этих ребятах, при условии, если, конечно, они захотят, потому что это их персональные контакты, персональные данные. Но если они нам разрешат это сделать, мы планируем это сделать уже завтра. Примечательно, что в Тюмени олимпиада проводится впервые, и принимают ее Тюменский госуниверситет, студенты которого уже не раз заявляли о себе. IT сегодня является частью университетской миссии, а также одним из приоритетных направлений развития региона. Здесь дошла уже подготовка людей в области сетевых технологий, примерно по уровню абстракции до математики. На этом можно готовить умных. Мы стараемся готовить просто умных, не натаскивая их на что-то, а просто развитием мозги с помощью этих сетевых технологий. Имена победителей уже известны. Первое место занял наш студент Денис Спирин, победитель второго национального чемпионата WorldSkills Russia 2014. Я честно был поглощен сессией, не очень много времени уделил подготовке. Все-таки сказывается подготовка к WorldSkills, но я не был до конца уверен, до последнего, что выиграю. В числе лидеров Денис примет участие в международной олимпиаде NetRiders, где главный приз – стажировка в офисе компании ЦИСКО в Сан-Хосе. Надеемся, что Денис станет первым российским студентом, которому удастся одержать победу. Где пройти практику? Сейчас этот вопрос особенно волнует студентов. В Институте филологии и журналистики Тюмгу состоялась встреча с руководителями и журналистами тюменских СМИ. Подробности в репортаже Александр Нечипорчук. Впервые на отделении журналистики Тюменского госуниверситета прошел день практики. Это своеобразная очная ставка между тремя заинтересованными сторонами – студенты, преподаватели и представители тюменских СМИ. Вот у вас есть возможность наконец-то понять, куда вы попали, что вас ждет, перевести на современный язык, что-то вроде тест-драйва или пробного врага. Вы наконец поймете, что вас ждет в реальной действительности. Начинающие журналисты получили возможность выбрать место летней практики и наладить контакты с будущими работодателями. Здесь практиканты познакомились с требованиями и характером предстоящей работы. Как отмечают представители печатных СМИ, главное – это владение словом и желание работать. Ведь работать практикантам придется много и еще больше учиться работать. Мы можем взять людей на практику, они будут приходить к 10 часам утра, планировать следующий номер вместе с нами, таскать в клювике то, что они увидят по городу, что есть интересного, и в порядке бреда, как у нас говорится, предлагать любую головоломную идею, которую тут же разрушат, построят, перестроят, переклеят и поштут выполнять самому. После получения первого опыта практики в СМИ студенты начинают относиться к практике как к потенциальному месту работы. Я думаю, в моем случае о первом опыте уже несколько год поздновато, я на четвертом курсе учусь. Но изначально первые три года для меня это в первую очередь был опыт, конечно. Я выбирала практику именно исходя из этих убеждений, старалась, знаете, не пожалела. Нашла именно те места, где на самом деле мне предлагали работу, и я пробовала применять свои знания и получала профессиональные навыки. Сейчас же я ищу практику, которую смогу потом устроиться в дальнейшем на работу. Летняя практика для начинающего журналиста – прекрасная возможность научиться работать по своей специальности. Настоящий журналист должен не только хорошо знать теорию, но и уметь применять ее на практике, потому что успех на этом поприще зависит от профессионализма. Александр Нечепарчук, Алексей Моисов, для Евразион ТВ. Удостоверение о повышении квалификации получили первые слушатели Высшей школы современных медиакоммуникаций при Тюменском госуниверситете. На защите проектов начинающих журналистов побывала Светлана Вершинина. Вы не просто учитесь, вы делаете. Так гласит главное правило Высшей школы современных медиакоммуникаций. Это новый и уникальный проект, позволяющий активным, а самое главное – талантливым студентам познакомиться с современными масс-медиа. А как все начиналось? Высшая школа заинтересовала многих. Только потенциальных участников набралось около сотни. Но жюри допустило до занятий только 25 студентов. В течение шести месяцев будущие журналисты посещали мастер-классы известных медиаперсон, среди которых Валерий Гуд, Анатолий Амельчук, Роман Мамонтов, Анна Скорнякова, Леонид Иванов и другие. Слушатели школы познакомились не только с имиджем журналистов в современном мире, но и изучили специфику написания материалов, подготовки телерепортажей, ведения блогов. Но несмотря на живой интерес и повышенное внимание со стороны участников к данному проекту, до финала дошли всего шесть человек. Именно они защищали свои проектные работы на заключительном этапе занятий. Мой проект называется «Модные новости». И стоит у них, что ключевые деселяции стало модное. Я работал с фотоаппаратурой, я приобрел кучу навыков. То есть я все-таки непосредственно фотограф. Меня научили тому, что надо верить в важность журналистики и коммуникации, и любить печатное слово. Именно этому меня научили в высшей школе современных медиакоммуникаций. Для себя я освоила такие программы, как «Эдов Премьер», «Джим», «Сайберлинг Пауэр Дирекшн» и «Эдов Фотошоп». Будущие журналисты представили свои проекты из разных отраслей современных медиакоммуникаций. Телевизионная и конвергентная журналистика, печатные СМИ, фотодела. Начинающие блогеры, фотокорреспонденты и интернет-журналисты наметили цели для дальнейшей журналистской работы и бойко отвечали на вопросы комиссии. Обсудив все проекты, строго экзаменационная комиссия вынесла свой вердикт. Удостоверение о повышении квалификации получили все шесть слушателей, представившие свои презентации. Удостоверение о повышении квалификации выдается Аввакумовой Ольге Александровне. Торжественное вручение состоялось в студии Евразион ТВ. А в следующем году ребят снова пригласили в школу медиакоммуникаций, но уже в качестве помощников кураторов направлений. Светлана Вершинина, Николай Салдаев для Евразион ТВ. Больше новостей Тюменского госуниверситета на портале Тюмгу в интернете utmn.ru. Сергей, передаю вам слово. Благодарю Марии. Сегодня с нами своими новостями поделится Алтайский государственный университет. Коллеги, вам слово. Здравствуйте, Сергей и зрители канала «Просвещение». В Алтайском государственном университете состоялось заседание Совета ректоров. Открылась первая краевая медиавыставка «Новый мир глазами детей» и прошел традиционный бал отличников. Сетевые формы реализации образовательных программ. Академическая мобильность, повышение квалификации, развитие студенческих отрядов, взаимодействие вузов, именные стипендии. Все эти вопросы обсуждались на заседании Совета ректоров высших учебных заведений Алтайского края и Республики Алтай. Я хотел бы обратить внимание на то, что наибольший эффект дает взаимодействие образовательных программ междисциплинарных. То есть, условно говоря, то, чего нет у одного вуза, дополняется другим вузом. Условно говоря, биологи и медики, условно говоря, математики и технического университета. То есть, это тоже самое и есть взаимодействие с точки ВОД. Это дает некий синергетический эффект, с учетом того, что не надо приглашать преподавателя, не надо разрабатывать какую-то часть программы, а ее достаточно взять уже готовую в том вузе, в котором она есть. Представители ведущих вузов согласились, что в течение ближайшего времени необходимо сформировать единое образовательное и научное пространство. Также участники встречи вспомнили о прошедших мероприятиях, научных конференциях и праздниках. В этом году юбилей отмечает краевой студенческий отряд. Уже 50 лет в его строю самые сильные, ответственные и веселые участники. Без их активной деятельности не обойтись. Планов вообще очень-очень много. Мы сейчас как раз на совет ректоров пришли для того, чтобы об этих планах рассказать, потому что вместе с ректоратами вузов мы очень-очень тесно сотрудничаем. И это очень здорово. Вот это как раз больше всего радует, потому что в других территориях, вы не поверите, штабы воюют с вузами, вузы воюют между собой. А у нас это единая команда. И поэтому в прошлом году Алтайский краевой штаб студенческих отрядов признан лучшим региональным штабом в Российской Федерации. Победы, планы на будущее и даже спорные вопросы рассматривались внимательно. В дискуссию вступали все представители. Речь шла о самом наболевшем. Когда проходит аттестация, слушателям говорят, если вы не пройдете повышение квалификации на хитро, мы вас не будем аттестовывать. Это что за постановка вопроса? При этом вы сейчас призываете ректоров подать предложение о том, чтобы мы свой кадровый интеллектуальный научный потенциал вам отдали, вы федеральное, вернее, и федеральное, и это финансирование как-то распределяли. Давайте создадим рабочую группу. Я согласна. Но давайте мы изначально определимся по механизмам финансирования. Курс на следующий учебный год задан. Впереди у представителей образования суровые трудовые будни. Ведь теперь необходимо реализовать все, что успели обсудить на ректорате. Людмила Белозерских, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Каким видят наше будущее дети? Этим вопросом задались организаторы первой краевой медиа-выставки «Новый мир глазами детей». Тема ребят заинтересовала. И вот к 1 июня на столе лежали 325 работ с разных районов Алтайского края и Республики Алтай. Представлены они в четырех номинациях. Фотоработы, литературное творчество, компьютерные технологии, изобразительное искусство. Больше всего пришло рисунков. 267 работ, выполненных в разных техниках и на разных профессиональных уровнях. Представление экспозиции в Алтайском государственном университете всего лишь второй этап общей выставки. Первым было награждение всех участников в парке «Изумрудный». Сейчас с 3 по 15 июня каждый день с 10 до 17 часов будет проводиться основной этап выставки. И по результатам этой выставки, по результатам тех пожеланий, которые в книге своей будут оставлять посетители, мы будем делать сборник лучших творческих работ. И уже ребята, которые войдут в этот сборник лучших работ, они попадают на третий этап выставки. Это двухдневный фестиваль. Инициаторами и организаторами конкурса выступили члены общероссийского общественного движения «Содействие духовному развитию населения за государственность и духовное возрождение Святой Руси». Это совсем молодое движение в Алтайском крае. Их первая масштабная работа. Неудивительно, что основными целями выставки стали развитие патриотизма, изменение мира к лучшему через творчество детей. Выставка называется «Новый мир. Глаза без детей». И вот мы хотели посмотреть, коль мы духовное развитие населения содействуем, то хотели посмотреть, как наши дети видят новый мир в своем сознании, в своем сне и на его. Для этого нужно было эту выставку организовать, посмотреть на их работу, увидеть их будущее. И пока у нас есть еще время у взрослых, как-то приблизиться к выполнению вот их мечты. А мечты у ребят разные, но все глобальные. Ребенок хочет жить в мире и творить, а взрослым остается только всеми силами помогать им в этом. Светлана Малюк, Лев Тюрин, учебная телерадио-студия. Ежегодно в России 6 июня отмечают день рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Его поэзия и проза сопровождают нас в течение всей жизни. Память о поэте живет, пока его читают и цитируют. Вот руководство Алтайского госуниверситета решило в качестве положительного примера для молодежи вспомнить Пушкина. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смирись, день веселья верь настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Это были главные новости Алтайского госуниверситета. Передаю слово каналу Просвещения. Вот подошел к финалу сегодняшний выпуск проекта «Медиакарта» Высшей школы России. Я благодарю всех коллег, принимавших участие в создании сегодняшнего выпуска. Если ваш вуз хочет стать участником нашего проекта, пишите нам на электронную почту мэпсобака.просвещение.тв Увидимся на следующей неделе.